Что такое осень, это небо, Глащащие небо под ногами, В лужах разлетаются птицы с облаками, Осенья давно с тобою не было. По крайней мере, у меня эта песня сегодня с утра крутится в голове. Понятно, почему. Она у меня под ногами сегодня крутится. Да, она и под ногами, она отовсюду. Только там не небо под ногами. Из волоклов, серый пеленой, боже мой. Подтоки воды по центральным улицам. Обстановки начинается новая рабочая неделя. Но это не на недолго. Завтра будет получше, завтра будет посуше. Добрый день, это программа «Мужской понедельник». Николай Голиков. Владимир Сметанин. Да, мы поделимся в начале, чем будем заниматься в ближайшее время. Ну, пару слов скажу о программе «Особое мнение». После 13.05 слушайте «Особое мнение» вице-спикера областного законодательного собрания Владимира Костина, руководителя фракции ЛДПР. Да, после 12.05 у нас будет очень важная, очень тема такая. Я очень рад, что мы будем об этом говорить, потому что тот многоквартирный дом, в котором я живу, он как раз-таки сейчас претендует на то, чтобы попасть в программу под названием «Формирование комфортной городской среды». То есть ремонт двора в следующем году. 2019 год. Масса вопросов просто организаторам, в частности, администрации. Вот хочу подробно расспросить обо всем. Я думаю, что это будет небесполезно сегодня сделать в прямом эфире. И, кстати, тут тоже есть информационный повод, буквально появившийся на прошлой неделе. Речь о том, что вот пока на данный момент, заявки сейчас принимаются, они принимаются с середины, ну, практически с середины сентября до начала ноября. И вот, как отчиталась администрация, на сегодняшний день только лишь 8 заявок подано. Представляете, какое ничтожное пока количество. 7 по Октябрьскому району, одна заявка по Первомайскому, по Ленинскому району. Еще пока ни одной заявочки нет. Ну, там, видимо, все хорошо во дворах. Ну, вот одна заявочка. Можем порадоваться за... Одна заявочка, я гарантирую, точно будет от Ленинского района, как жителя, я за себя говорю, жителя Ленинского района. И первая тема, первый час и первый гость наш Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Заксобрания Кировской области, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». Многолики Дмитрий Валерьевич сегодня с нами. Добрый день. Добрый день. Как настроение осень? Нормально. Сказывает, нормально, рабочая? Рабочая. Поделитесь, может быть, секретом, как вы себя в таком работоспособном состоянии поддерживаете? Может, есть какие-то секреты? Утренняя пробежка, контрастный душ? Нет, это 7 часов первая оперативка. Дальше пошло-поехало уже в рабочем режиме каждый день. 7 часов первая оперативка. Я надеюсь, главный редактор радиостанции нас слушает. Следующая оперативка, Володь, будет в 7 часов утра. 7 часов утра. И больше не будет жаловаться на погоду. Да, повод для нашей встречи следующий. А тема звучит, как исторические дома в нашем городе из-за дорожных ремонтов входят под землю. Региональное отделение как раз-таки ВНФ отчиталось о том, что из-за периодической укладки асфальта уровень дорожного полотна повышается, и, соответственно, цокольные этажи старых зданий становятся ниже. Они, скажем, превращаются в подвальные. Если вам кажется, что эта тема как-то не очень актуальна, не очень она вас трогает, вы подумайте. В перспективе все дома в областном центре, они могут получить, перейти в статус исторических. Дело в том, что как раз... Здесь-то речь, скорее, не об исторических, а старых зданиях. Вот я просто скажу, что так как живой здесь долго, да, вот я прекрасно помню 60-е годы, вот когда было много еще этих маленьких двухэтажных деревянных домиков, те из них, которые сохранились, давно стали одноэтажными. Потому что вот за период одной жизни дома потеряли по этажу. Ну, я смотрел как-то сюжет на одном из телеканалов местных, где Дмитрий Валерьевич как раз-таки комментировал эту тему, и буквально сравнение, да, вы делали. Да. Фотография многих-многих лет. Вот смотрите, как дом выглядел тогда, и как он выглядит сейчас. Как он выходит под землю. Да, он выходит под землю. Прямо на глазах. Володь, просто вот если живешь, постоянно смотришь, и вспоминаешь, что вот в этом доме, в цокольном этаже, жил твой друг, то теперь ты смотришь, что этот дом уже, этот этаж. Без цокольного этажа. Это уже без цокольного этажа, там просто врезка в подвал, и там уже никто не живет. Интересный процесс получается, да, все живое на земле, как известно, оно тянется вверх, к солнышку, а дома наши, они уходят наоборот вниз. Действительно проблема остро стоит, и почему вот сейчас обратили на это внимание? Потому что активно стали ассортировать, да, и залетно стали. Значит, программа комфортной городской среды, о которой мы только что говорили, она сейчас распространилась еще и на тротуары. То есть в этом году по этой программе делали тротуар в городе Кирове. И вот анализируя результаты... Ну, не очень большую часть, но все-таки довольно много участков. Первые организованы какие-то мероприятия, да, то есть это не какой-то там не ремонт, не ямочный ремонт, это целые кварталы, это целые участки улиц. На брусчатку была сделана ставка, да, насколько мы помним. Значит, и причем эта программа будет дальше продолжаться. Она не закончилась, мы надеемся, что еще ближайшая программа пятилетняя, то есть это второй год реализации, то есть еще три года впереди. Ну, 22-й год еще, да. Поэтому вот анализируя результаты проведенных мероприятий в этом году по этой программе и проводя круглый стол по сохранению объектов культурно-исторического наследия, неожиданно для нас, скажем, да, то есть мы ранее эту проблему, скажем, не ощущали, мы ее не видели, наши эксперты подняли такую проблему, это вот как раз исторические объекты, объекты, которые охраняются государством, они постепенно уходят под землю. И это связано с тем, что вокруг этих объектов ремонтируются дороги, ремонтируются тротуары, без учета того, что у данного объекта есть еще и охранная зона. И вот постепенно... Сколько она, давайте напомним, составляет? По каждому объекту она устанавливается просто. Она устанавливается, да, когда... То есть там есть такого, скажем, нормативного... Охранная грамота там и указана обычно. И с чем это связано, с чем это опасно для домов? То есть постепенно цоколь, либо, может быть, даже наружная стена здания соприкасается с грунтом. Нет никакой защиты от грунта, капиллярный поток воды, и, соответственно, здания начинают в этом месте разрушаться. То есть это влага, это гниение, это грибок и все, что с этим связано. И вот эти процессы для объектов, которые охраняются государством, причем как на федеральном, так и на региональном уровне, они болезненные, они остры, потому что на эти объекты денег на их сохранение крайне мало выделяется, если может быть не выделяется вообще. И вот эту проблему мы оттуда увидели. Мы подчеркнули, причем с нашими коллегами из других регионов мы пообщались. Здесь проблема, наверное, тоже для них очевидна и актуальна, но никто ее ранее не поднимал. То есть там, я так понял, фишка в том, что если раньше здание строилось, и вот именно фундамент, тот, который соприкасается с грунтом, он был на уровне. Сам фундамент, он защищается от грунта, то есть от увлажнения. Помимо этого... Гидроизоляция. Гидроизоляция. То есть гидроизоляция есть не только боковая, но она еще и горизонтальная. То есть фундамент от, скажем, деревянного сруба, он защищается, опять же, то есть чтобы сруб не увлажнялся. Когда уровень грунта поднимается выше и выше, то... Поднимаем, соответственно, попадает грунт на незащищенную. На незащищенную частины. Ну, соответственно, плавать начинает здание вот это. Несколько плавает, сколько оно увлажняется. Почва увлажняется. Возникают всякие вредители, которые тут же начинают дерево... Книение грибов. Ну, понятно, что дерево подвержено больше и быстрее это все происходит. Ну и кирпич тоже, скажем, разрушается от этого воздействия. И кирпич тоже довольно активно эти микроорганизмы подтачивают. Да и влага сама по себе тоже для него не полезна. Если говорить конкретно по тем объектам в нашем городе, где вы непосредственно побывали, что это за здание, где вот явно... Ну, музей Саутыковский, это классика. Да, классика, то есть это деревянное здание. Мы подняли из архивов, как он строился первоначально. То есть в сюжете как раз это было. То есть там был, наверное, цокольный этаж, он выступал. То есть сейчас здание уже цоколя не имеет. И наоборот, по первому этажу находится ниже асфальта, ниже тротуара. То есть вот для таких зданий он в первую очередь опасен. И помимо этого... И там как раз вот в этом году плитку положили. Да, да, да. Почему он нас и привлек во внимание именно этот объект. Мы посмотрели историческую часть города. То есть вот таких объектов их немало. То есть те объекты, на которые распространяются охрана государства, объекты федерального, регионального значения. И наше, скажем, обращение к муниципалитету при формировании данной программы обратит внимание на эти здания, которые там попадают. То есть при составлении технического задания на ремонт тротуаров предусмотреть мероприятия, которые бы позволили не повышать уровень. То есть достаточно снять нижележащий слой и на его место положить новый слой асфальтового покрытия либо брусчатки. И вот, во всяком случае, это одно из мероприятий, которое бы позволило не поднимать уровень тротуаров или уровень дорог рядом с такими объектами. — Чисто с технической точки зрения это сложно? — Я думаю, что руководитель строительной фирмы здесь никаких проблем вообще не вижу. Единственное, да, это какое-то удержание, но оно несопоставимо с теми затратами, которые в дальнейшем понесут, опять же, бюджеты для ликвидации того негатива, которое было получено для здания. — То есть подрядчик приходит, все это замеряется очень четко, да? Техникой или что? Нет? — Не так. — Не так, поясняйте. Я же гуманитарий. — Это должен делать заказчик. А заказчик здесь выступает в муниципалитет. Муниципалитет при составлении технического задания замеряет, прописывает в техническом задании, а подрядчик уже только выполняет потому, что дано в техническом задании. — А там что берется за основу-то? От проезжей части не выше должно быть. — Нет, ну там просто припрежняя высота какая-то. — Да, да, да. — Как замаркировать-то, собственно, не выше чего делать? — Не выше существующего. — Не выше существующего. — Да, ну это вопрос технический, то есть он, может быть, по-другому как-то будет решаться, но, во всяком случае, если мы обращаем внимание на эту проблему, то мы ее в дальнейшем как-то пытаемся решить. Если мы не обращаем внимания на эту проблему, то мы ее не решаем. — Ну тут, Дмитрий Сергеевич, возникает вот сразу эти картинку рисую, представляю этот же дом Салтыкова-Щедрина, да, предположим, там грамотно составили задание заказчик, да, там опустили асфальт, сделали внизу, а по соседству... — Ну то есть сняли, да? — Да-да-да, а по соседству-то как это у нас будет? — Ну вот это как раз эти... — То есть тогда надо вообще... — ...яму политического задания, это должно все определяться. — Да, то есть надо не только вот конкретное тогда здание, а надо... — В привязке к этим зданиям от них уже, скажем, отталкиваться и составлять громадное здание. — Потому что иначе у нас такой будет рельеф, где-то есть культурные слои, где-то... — Ну и у нас перепады везде, они есть, то есть если это вот этот перепад растянут несколько метров, то он будет для... — Ну если растянуть его, если четко врезать, то будет забавно довольно-таки ямка такая. ОНФ, депутат Закцсобрания Кировской области, гендиректор строительной фирмы «Маяковская». Мы говорим о очень важной, на наш взгляд, проблеме, постепенное проседание, да, исторических зданий из-за того, что ремонтируются тротуары, из-за того, что ремонтируются дороги. И вот конкретные предложения сегодня ОНФ-сов рассматриваем. Продолжим через полминуты. Продолжаем наш разговор о таком интересном достаточно последствии. Мы все очень любим программу по формированию комфортной городской среды, но оказывается вот такое немножко бездумное, скажем так, ее использование. — Не то, чтобы бездумное. — Ну бездумное, согласись, об этом просто не думали. — Нет, я бы не сказал, что это бездумно, просто в этом году первый раз ремонтировались тротуары. — Но об этом не подумали. — Ну об этом не подумали. — Об этом не подумали. Это есть как раз то самое бездумное использование. — Если бы каждый год тратили, то я думаю, что тем ... — Упущение. — Да, ну скажем, некое упущение. — Которое, надеемся, будет исправлено. — Да, довольно-таки многолетнее, на самом деле, упущения, потому что это не первый раз у нас уже все-таки меняют тротуары периодически раз в несколько лет. И никогда об этом пока еще не задумывались. И слава богу, что вообще Российский народный фронт недобретил внимания. Мы говорим о судьбе исторических зданий, которая вот из-за того, что за счет вот такого очень активного сейчас, активного ремонта тротуаров и улиц, стало более заметно, как они начинают уходить под землю, скажем так. Что для них совершенно не полезно, как мы выяснили в наши первые 15 минут. А вот этот непосредственно дом Михаил Евграфович, сигнал какой-то был непосредственно в ОНФ, в штаб ОНФ. Специалисты, которые в этой области работают, они нам на круглом столе, который мы проводили, они нам на этот момент обратили внимание. Дальше мы уже просто пошли сами осматривать эти исторические объекты и вот увидели ну, наверное, самый такой вопиющий, может быть, такой наглядный пример. Вот там еще, кстати, вот я проходил рядом, обратил внимание, там очень интересно, положили плиточку и там где-то вот такой зазор сантиметров 5 между плиткой и зданием, да, ну вот я просто удивился. Куда как раз вся водичка и пойдет. И домик очень активно. Да? Там есть зазорчик. Ух. Вот. Для пешеходов он все равно, потому что они идут, им не мешает. Это вот как раз. Ну, видимо, не подошло немножко, не подрасчитали, да. И водичка как раз пойдет туда, подмывать дальше это историческое здание. Ну и все последствия... Ну, понимаешь, эти последствия не сегодня появятся. Поэтому тот человек, который подрядчик, он этого, может быть, и не увидит никогда, этих последствий. А те наши дети уже это заметят, что здание стало разрушаться сильно. В общем, мы услышали, Дмитрий Валерьевич, конкретное предложение. То есть администрация как заказчик должна все-таки давать батарейчику четкое указание о том, что давайте будем при ремонте сохранять тот же уровень, который и был, чтобы ни в коем случае... Если речь идет об исторических зданиях, которые охраняются. Да, в коем случае не подрастало это. Потому что потом, иначе, муниципалитету уже придется искать средства для того, чтобы... Не муниципалитету. То есть в зависимости от того, кто охраняет этот объект, то есть это... В зависимости от того, какого уровня, да? С вот такого щедрена, скажем, до музея, это у нас федерального значения. То есть если они не должны искать, вот федеральный бюджет. В любом случае это бюджет. Да, в любом случае бюджетные деньги это тратить придется потом. А федеральный центр, можно же спросить, а что вы раньше-то не могли на местном уровне избежать вот этих сейчас трат, да, на ремонт? Что не могли нормально сделать тротуары, и чтобы не было никаких прогалов, куда затекает эта влага и так далее, и тому подобное. Вы сказали, что это один из возможных вариантов решения, да? Да, я думаю, что здесь нужно с технической точки зрения просто проработать эти моменты. Ну, я бы здесь не хотел просто в технические вопросы здесь углубляться. Нет, почему? Мы любим такие. У нас же мужской понедельник. Может быть, просто сделан дренаж. Тем более, чтобы гуманитарий, знаете ли, нам это интересно. Может быть, сделан дренаж, и вода отведена. То есть, ну, как бы, здесь пути решения, еще раз скажу, что очень много. Ну, вот, стоимость, естественно, у этих вариантов. Да, да, но я думаю, что... Разная, смета, да? Да, это приведет к какому-то удорожанию, но я не думаю, что это будут большие какие-то цифры. Вот это мнение, высказанное общероссийским народным фронтом, оно будет носить рекомендательный характер, да? Мы общественная организация, мы не можем... Не можем приказать, да? Не можем приказать. Но тут те недостатки, которые мы видим, мы на них обращаем внимание. И вы будете, соответственно, следить уже, да? Как в следующем году? Учтут ваши пожелания, не учтут ваши пожелания? Начну с того, что у меня лично есть возможность. Почему? Потому что я вхожу в комиссию, которая как раз общественная комиссия, создана при администрации города Киева, которая занимается вопросами формирования комфортной городской среды. В том числе и ремонты тротуаров тоже проходят через эту комиссию. То есть вот эти проекты, которые на конкурс предоставляются, они через вас проходят? Да. То есть вы можете, в принципе, делать даже некоторые замечания, сказать, что стоит об этом подумать. И тротуары, которые в этом году, и общественные места, то есть партки, скверы, они в любом случае обсуждаются на комиссии. Результаты подсчета, бальной системы, которая у нас сейчас введена, да? То есть вот результаты подсчета, мы их все равно смотрим, мы их проверяем. Какие-то, может быть, у нас вопросы возникают, почему именно так, по-другому. И в конце мы эти результаты, которые уже посчитала администрация, мы за них голосуем, мы их утверждаем. То есть вы можете повлиять на самом деле на то, чтобы в какие-то исправления были внесены изменения, да? В том числе и как член комиссии я могу дать, скажем, какое-то поручение, наверное, или рекомендацию, чтобы при составлении конкурсного здания либо при проведении работ вот эти нюансы были учтены. Ну, я думаю, что мы будем переходить плавно сейчас к обсуждению как раз-таки реализации программы формирования комфортной городской среды. Тоже остановимся на каких-то моментах. Но вот все-таки по поводу исторических зданий еще хочется один момент уточнить. Вы говорили, что проблема свойственна для всей страны. Мы-то не единственная. Где-то более-менее эффективное решение уже есть. Вот эту проблему в городе Кире мы выявили вот не так давно. Причем на уровне других регионов ее мы не видели. Чтобы кто-то ее поднимал. Поэтому мы сейчас через площадку Народного фронта до наших активистов доведем. Чтобы они у себя также посмотрели, актуально для них, не актуально. И попробовали, опять же, через муниципальные комиссии вот эту проблему решать. Слой-то культурный. Он везде растет. От этого никуда не деться. Другой вопрос. В каких темпах он растет? Что делают по этому поводу? Можно ведь как-то те же здания от этого защищать? Опять же, технический вариант. То есть, технические здания изолировать. И пусть тебе растет этот асфальт. Ну, лишь бы это... Кто что придумает уже, да? Лишь бы это не вылилось опять в то, я думаю, что мнения такие найдутся. Какой-нибудь это очередной предлог от того, чтобы избавляться от исторических зданий, да? Понимаете, о чем я? Точно думаю, что нет. Нет? Или они все равно останутся и будут... Точно думаю, что нет. Потому что у них уже есть статус. То есть, даже проводя круглый стол, мы задавали вопрос, были ли прецеденты, когда этот статус снимался со зданий? Нет. Никто на себя такую ответственность не берет, чтобы решить объект. Даже пусть он утрачен, да? Но чтобы решить его статус, объекта культурного наследия, нет. Ну, эти-то еще пока не утраченные здания. Слава Богу. Такого, щедряная Константина. Слава Богу, надеюсь, что они будут... Тоже ведь это... Еще наших детей, внуков и правнуков радовать. Слушайте, а может быть, вносить изменения вот как раз-таки в документы, которые... Где прописаны вот эти всевозможные охранные обязательства? Они уже есть. Прямо вписать туда, что при ремонте ни в коем случае не поднимать. Они есть охранные зоны. А, есть тоже, да? Есть. Но опять же, у нас это взаимодействие между двух ветвей власти, муниципальной и той, скажем, Министерства культуры, которое охраняет здания, надзор. То есть вот не налажено. То есть вот есть проблема, поэтому сейчас вот на этом вопросе мы заострили внимание. Ну, сейчас как раз, возможно, они и наладят это взаимоотношение. Потому что раз проблема поднята, то надо ее как-то решать. То есть мы довезли и до областных власти, и до муниципальных. Хорошо, программа формирования комфортной городской среды. Вы тоже держите ее на контроле. Да, конечно. Да, вот мы начали с того, что мало пока заявок, несмотря на то, что, ну, надо сказать, что половина-то уже срока отведенного для подачи заявок на будущий год уже прошла, раз с 17 сентября. До ноября, если досталось. До 2 ноября принимаются заявки. Я напоминаю еще раз, что с представителем администрации мы будем подробно говорить о порядке приема заявок, порядке попадания в эту программу после 12.05. Так что слушайте обязательно. Что вас волнует в этой теме? Ну, вот я пока, наверное, проблемы того, что было мало заявок, не вижу. То есть, как обычно, нас долго запрягают, но вот и в прошлый, позапрошлый год заявок приходило все время больше, чем возможности в бюджете профинансировать. Вот смотрите, я небольшую ремарку хочу внести как раз таки по своему дому. Мы, ну, старшая по дому, пошла в МБУ архитектура для того, чтобы там дизайн-проект составить будущего двора. Знаете, отказали. Сказали, что мы уже завалены. Это он говорит, что люди готовятся. Примерно с месяца назад у нас были внесены изменения в те документы, которые нужно подать для того, чтобы поучаствовать в этой программе. Это сильно затруднило? Нет. А сейчас я открою сайт администрации, у меня тут ссылочка сохранила. Опять же, мы инициировали некоторые вопросы, чтобы при подсчете баллов от каждого двора были учтены какие-то моменты, на которые, может быть, раньше не обращали внимания. То есть, например, у нас в рекомендациях Минстроя нужно было учитывать не только софинансирование от жителей, то есть это балл, но и трудовое участие. То есть до этого момента трудовое участие жителей, то есть то, что они выходят на субботники активно, то есть они сами вкладывают в свой труд, он никак не учитывался. Сейчас опять определенный балл за участие... Это плюс, то есть, да? Это плюс. Дальше... То есть при составлении проекта надо уже будет указывать, что мы готовы своими силами выйти, сделать то-то, то-то, то-то. Либо мы уже участвуем, то есть мы выходили, мы делаем. Как это там все задокументировать, подтвердить, это уже, скажем, прописано. Дальше. Если, например, ваш дом находится рядом, или, скажем, через него проходит транзитный путь к какому-то социальному объекту. Садику, школе, поликлинике. У нас такие дворы есть, да? То есть, естественно, на наш взгляд, это тоже нужно... У меня транзитный путь от остановки до новых школ. Учитывая то, что людям свойственно искать... Самый короткий путь. Самый короткий путь, да. Особо детям. Этих троп просто масса. Я без будильника просыпаюсь, у меня детские голоса под окном, дети пошли в школу. Там есть проезд, да? То есть там, где эти дороги, скажем, прописаны какими-то нормативами по пожарной безопасности. То есть вот эти дворы, опять же, получают какой-то дополнительный плюс. То есть плюс получают, когда объединяются несколько дворов. То есть когда не выходит один двор, а, скажем, выходит два, три, четыре двора. То есть каждый участвует в этой программе сам, но они получают дополнительно, чтобы какой-то комплекс был сделан, то есть какой-то участок двора. Это какие-то соседние дворы, да? Да, присутствуются соседние дворы. Если двор, скажем, активен, но он не получал поддержку, скажем, он участвовал в программе поддержки местных инициатив, подавал документы, но не выиграл. Либо, скажем, он в прошлом, предыдущих годах участвовал в этой же, подавал на этот конкурс, на ремонт двора, но, опять же, не выиграл. Не набрал баллов, да? Да, то есть как-то поддержать этих людей, я думаю, считаю, что это разумно, это оправдано. То есть те, кто раньше проявлял активность, это тоже некий плюс, да? Да, то есть, скажем, они не выиграли, но они, во всяком случае, были готовы, чтобы людей стимулировали к тому, чтобы они дальше проявляли свою активность в благоустройстве своего двора, в частности. Это разумно совершенно. Это разумно. То есть вот такие моменты, они в этом году появились, и для таких дворов появились какие-то дополнительные возможности быть, скажем, как-то, ну, дополнительный балл получить, как-то быть впереди других территорий. Конкурсная комиссия все равно в любом случае будет это все подсчитывать, и как проходит отбор. То есть все подали документы, после этого работники администрации по каждому двору выставляют свой балл, и дальше уже на обсуждение нашей межрежуточной комиссии выносятся результаты. То есть по каждому конкретному двору свой балл, и в зависимости от того, сколько денежных средств выделяется, мы уже подсчитываем, какие дворы попадают в тот или иной год. Причем даже бывает такая ситуация, что у нескольких дворов одинаковые баллы, но один двор попадает, другой не попадает. Почему бы это происходит? Как здесь быть объективным? Принцип простой. Кто раньше подал, тот попадает, кто нет, тот становится в резервный список. И что значит резервный список? Если получается экономия, о которой мы сегодня тоже уже говорили, то есть экономия в первую очередь пойдет на эти дворы. Если экономия в этом году не образовалась, то без подачи документов эти дворы автоматически попадают на следующий год. Но экономия возникает, когда уже объявляют конкурсы? А когда пройдутся торги? То есть в одним из условий это дизайн-проект, по которому составляется смета. Причем смету могут составить и сами жители. Причем проведя государственную экспертизу по смете, они опять же получают дополнительный плюсик. Если они не составили, то есть это не обязательно требование, то есть они могут просто принести свой дизайн-проект, дальше муниципалитет составляет смету и происходит оценка ремонта. После того, как прошли торги, это 44-й федеральный закон, то есть победитель аукциона может объявить какую-то цену ниже, чем она была первоначально посчитана. Вот эта экономия, она идет на дворы, которые набрали тоже количество баллов. Ну вот я хочу аналогию привести с программой «Безопасные и качественные дороги». Администрации, всем помним, отсчитали, что в результате торгов экономия возникла, в частности, по-моему, 12 миллионов рублей, которые опустили на то, чтобы обновить асфальтовое покрытие на Октябрьском проспекте от Московской до Герцена. Ну, здесь, во всяком случае, это все как бы сразу припределение. Хотя не запланировано было. Да, но, во всяком случае, мы-то это планируем. То есть, эти дома, которые попали в резервный список, они уже заранее известны. Старшие по домам об этом знают, сколько у них баллов, почему именно так. Если не попали в резервный список, то они либо в этом году от экономии, либо попадут автоматически на следующий год. Они не будут подавать заново документы, собирать. Одним из сложностей это проведение общего собрания. Так как старшие по дому, наверное, знаете. Нет, я не старший, я сочувствующий. Сочувствующий, да. Но это проблема самая большая, мне кажется, вообще в любом случае. Причем, чем больше дом, соответственно, тем сложнее собрать собрание. Чем меньше дом, тем, наверное, это может быть попроще, в поводу того, чтобы можно обойти всех соседей, если их не так много. У нас реклама сейчас. Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Законсобрания Кировской области, генеральный директор строительной фирмы Маяковской. Я прошу прощения, если вот сейчас много раз прозвучало слово баллы, 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 баллы. Если вы позволите, вот я скачал сейчас документ с сайта городской администрации. Прямо по пунктам пройдусь. Критерии оценки. Ну, после рекламы. Ну, после рекламы. После рекламы. Проблема ухода под землю исторических зданий в нашем городе. Мы перешли, да, к теме реализации программы формирования комфорта городской среды. Очень связаны эти вещи, потому что как раз они уходят в связи с тем, что начинают реализовываться вот такие программы. Я сейчас рассказываю Дмитрию Валерьевичу в перерыве. Как раз у нас вчера было собрание жильцов. Не все, естественно, пришли, но меня порадовало то, что те люди, которые собрались, ну, они, ну, чувствуется заинтересованность, глаза горят. Ну, а вот еще бы матчасть подучить, что называется, все эти документы прочитать, что надо и так далее. Но в целом, эта сфера была такая хорошая. Вот все-таки хотелось бы, чтобы вы сейчас вдохновили жителей нашего города на то, чтобы участвовать в этой программе и постараться. Если там разобраться, ничего ведь сложного-то по большому счету нет. Нет. Все понятно, да? Давайте начнем с того, что у нас в городе есть центры местной активности при территориальных управлениях, где есть люди, которые подскажут. Вот, по моему опыту, там люди, которые выигрывали в подобных программах, то есть у них есть непосредственно заинтересованность для того, чтобы на их территории, на их центрах местной активности как можно больше дворов были вовлечены в эту программу. Поэтому первое, это заобращаться в центры местной активности при территориальных управлениях, в территориальное управление. Я думаю, что там в первую очередь как бы тоже работники заинтересованы и я уж по своему округу знаю, что приходили люди, им подсказывали, им объясняли. Следующий этап это депутаты, депутаты вашего по Кириллской городской думы, либо депутаты по ЗАГС-собранию. Но вот ко мне тоже, опять же, и в прошлом году приходили люди и с проблемами во время реализации, то есть вопросы решались. То есть все не так страшно, как кажется. Да, здесь, может быть, вот сейчас мы будем читать баллы, то есть здесь вопрос тоже грамотно подготовится, а дальше все понятно. Давайте. Итак, внимание, на сайте администрации нашего города adnkirov.ru Прям раздел целый, он легко находится, баннер крупный на главной странице. Называется раздел реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в муниципальном образовании город Киров. Пожалуйста, заходите и несколько документов для скачки вываливаются. Вот я сейчас, в частности, скачал документ под названием «Критерии отбора дворовых территорий для формирования адресного пенечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании города Киров и их бальная оценка». Конечно, можно предложение было бы сократить, но оно такое. Итак, наименование критериев отбора, продолжительность эксплуатации многоквартирного дома. С выше 21 года 5 баллов дается, от 16 до 20 лет 3 балла дается, от 10 до 15 лет 1 балл. То есть, делаем вывод, если дом старый и ремонта двора никогда не было, автоматически получает больше. Балов больше. Двор более заинтересован в ремонте, безусловно. Значит, их состояние у него хуже. Внимание, обратите на это. Если у вас не было давно двора, живете вы, предположим, в старой хрущевке, то... Но это не значит, что и дома, которых, скажем, 10-15 лет не могут попасть в эту программу. Они здесь получат 3 балла, по другим позициям могут получить больше, доиграть. Там, по-моему, не ранее, как годы постройки было изначально указано. Да, там есть ограничения. По-моему, да. 2007-й или что-то в этом роде. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в рамках реализации федерально-региональных муниципальных программ. Проведен капитальный ремонт многоквартирного дома отсутствия проведенного капитального ремонта. А, слушайте, при условии, что капремонт проведен, это уже один балльчик начисляется. Ну, опять же, плюс, если люди проявляют активность, либо опять дом в более, скажем, в худшем состоянии находится. Ведь у нас же есть еще и спецсчета, где люди могут сами инициировать проведение капитального ремонта. То есть вот для того, чтобы люди... Не ждать его официальных назначенных датей. Да, официально, это один момент. И для того, чтобы синхронизировать, сделали, скажем, капитальный ремонт и сделали двор. Ну, это просто идеальный случай, когда это синхронно происходит. То есть когда с учетом... Давайте начнем с того, что капитальный ремонт, он несколько видов содержит в себе, и эти виды, они не в один день себе происходят. То есть есть фасад, есть крыша, есть коммуникации, причем каждая... Я имею в виду, что как раз, чтобы сначала сделали коммуникации, а потом уже стали бы ремонтировать двор. Я вот имею какую-то синхронизацию. Вот именно, чтобы не мешали друг другу. А то у нас как? Приезжают люди, счищают снег с крыши, ну, а потом кто-то забывает приехать, и он так и лежит на тротуарах, да? Потом приезжают мужики, там уже ничего не осталось, они что-то чистят, а потом снова приезжают, снова счищают снег с крыши. Вот надо, чтобы такого не было, да? Наверное, сначала отремонтировать коммуникацию, а потом уже класть сверху асфальт. Все правильно. Логично. Следующий критерий, немаловажный тоже отбор, это финансовые дисциплины, безусловно, да? То есть это оплачивают собственники коммуналку вовремя или не оплачивают. И, соответственно, далее там процентная разбивка. Чем меньше процент задолженности, тем выше балл. Вот от ноля до одного десятой процента задолженность максимальный балл получает проект, и это пять баллов. Ну и, соответственно, если задолженность большая, десять и более процентов, это уже минус пять баллов. То есть может случиться так, что если все хорошо, двор старый и по другим параметрам высокие баллы, но если есть долг с существенными, то все это снимается. Финансовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий по минимальному перечню работ. Это что такое? А, это тот вклад, тот вклад, который... Причем этот перечень, скажем, там идет от нуля, то есть у нас софинансирование не обязательно. Но опять, если есть инициатива самих жителей поддержать, есть, может быть, коммерческие структуры, которые находятся в этом доме, которые тоже готовы выложить свои деньги. Но это все в процессе переговоров решается, да? Это люди должны определиться на общем собрании. Ну, с участием, собственно, если представители бизнеса, например, магазин какой-то располагается, в доме, то есть пригласить, они же тоже... Да, они такие же собственники. Ну, и вот заострю внимание, если вы не помните, уважаемые слушатели, сумму софинансирования, она от 5 до 15% составляет. Но она может быть и 0. Но может быть и 0, да. То есть софинансирование, это необязательное условие. Но если вы вкладываете свои деньги, то, естественно, вы получаете преимущество перед всеми остальными. Да, наивысший балл 3 балла можно получить при софинансировании от 10 до 15%. Например, если ремонт двора встает в миллион рублей, 10-15%, это получается 100-150 тысяч. С многоквартирного дома, вот у нас дом 80 квартир, вот считайте сами. Чуть больше тысячи рублей. Чуть больше тысячи из квартиры. Подъемная ведь? Если трехкомнатная квартира, в них же... Человек заплатил пусть свою тысячу рублей. Но он выйдет из подрядчика, который будет там работать, он спросит, что ты сделал за мои деньги. Когда денег своих нет, то и отношение все-таки несколько другое. Более того, когда работы будут закончены, он будет следить за тем, чтобы никто там ничего не портил. Потому что там вложены его деньги. Пусть небольшие, но это мои деньги. Следующий критерий, очень интересный, доля собственников, принявших участие в голосовании. То есть, чем массовее собрание будет, тем выше будет балл. Вот если вы соберете на своем многоквартирном доме собрание, где участвует более 95% собственников, вы максимальный балл получите. Пятерочку. Если вы соберете менее 66%, это две трети получается, то один всего лишь балл. Вот ведь вопрос-то какой. А почему такой критерий интересный, имеет немаловажную роль? Опять же, это активность граждан. То есть, если вам все равно, то значит, ваш дом все-таки в менее выигрышной ситуации, чем те дома, где жители пришли почти все и сказали, что да, мы хотим участвовать в этой программе. Следующий критерий, вот то, о чем вы говорили, наличие трудового участия. Пол процент, пол балла, вернее, вы выбили. Вот я смотрю. Но тем не менее, этот критерий появился. Этот критерий появился. Количество благополучателей, количество зарегистрированных лиц. Это сколько? Количество собственников, да? А, чем больше зарегистрированных лиц. Зарегистрировано. Вот тут 100 человек, от 100 до 300, и свыше 300 человек, соответственно, здесь, скажем, они с предыдущим пунктом немножко, скажем, в разнобойду, то есть, чем больше дом, тем сложнее собрать общее собрание. Но чем у вас больше дом, тем больше благополучателей. То есть, в одном вы получаете минус, в другом вы, наверное, получите плюс. Но там минус какой по собранию? Сложность просто. Очень трудно собрать, да, 300 человек. Очень трудно собрать 300 собственников. Но можно при желании. Это легче, чем 80. Так, сейчас следующий пункт. У нас 4 минуты, остается 3 минуты. Наличие дизайн-проекта. Это тоже учитывается, да, если есть дизайн-проект. Три балла, если нет дизайн-проекта, ноль баллов. Поясните, пожалуйста, по дизайн-проекту, я сейчас в перерыве вам задавал вопрос. Вы сказали, вы обнадежили меня, вы сказали, что тут тоже ничего мудреного, можно прям вот самими. Да, да. Дизайн-проект может быть составлен самими жителями, скажем, там, ставший по дому, либо там берется выкопировка и на этой выкопировке можно взять либо в управляющей компании, они есть, либо заказать в МБУ архитектура, то есть там она стоит несколько сот рублей, то есть это небольшие деньги. Выкопировка дается в том масштабе, которым прописано в условиях. 1 к 500. 1 к 500. И на этой выкопировке вы просто берете и штрихуете, показываете ту территорию, которую вам нужно сделать в дорогах, там, где тротуар, там, где у вас будет детская площадка. Вот это вы все можете сами от руки оформить и подать в качестве дизайн-проекта. Так, ну там еще несколько критериев остается. Ну, они все, в общем-то, да, понятны, имеют, не имеют. Вот, по-моему, по самым интересным моментам мы прошлись. Что касается финансирования на реализацию программы, оно у нас увеличилось с каждым годом? Пока сумма финансирования не доведена. Мы, скажем, администрация прогнозирует ее в объемах прошлого года. То есть, у нас деньги это федеральные приходят, они в Кировскую область и дальше на уровне Кировской области распределяются по муниципалитетам. Вопрос подрядчиков. Ну, вот, все мы знаем, да, этот пример прогремевшей улицы Дзержинского, когда укладывался, это ведь формирование комфортной городской среды, да, когда подрядчику укладывал асфальт прямо в лужи. Вот, отбор подрядчиков может быть, как-то четко проводить или тут, не знаю, другие должны быть корректированы на ваш взгляд. Здесь у нас 44-й федеральный закон, мы его здесь никак не обойдем, поэтому здесь кто меньше дал цену, тот и победил, но в этом году, скажем, нареканий по качеству, по срокам, их меньше, чем в прошлом году. То есть вот за год, который прошел, администрация думает, что все-таки больше проработала уже оппозицию с подрядными организациями, то есть какие-то предварительные встречи, разговоры были проведены, то есть нареканий, еще раз скажу, что мы отмечаем меньше. Они есть, это безусловно, да, то есть здесь нельзя закрывать глаза на это, но их меньше, чем в позапрошлом году. Я помню, в прошлом году там более серьезная затяжка, хождение осень было более глубокое. Это администрация, то есть в этом году на конкурс вышли гораздо раньше, то есть не как в позапрошлом году. Соответственно, сроки укладки асфальта, они раньше, чем в позапрошлом году. Ну, с погодой еще повезло этим летом, да, можно было активнее работать, осадков было не так много. Да. Ну, собственно, еще раз напомним, что прием заявок реализации программы по ремонту дворов, формирования комфортной городской среды завершается 2 ноября. Еще подробно будем говорить об этом. Ну, вот сегодня такой у нас день. Ну, да, такой день. Ну, спустя 20 минут мы снова будем говорить на ту же тему. В мужском понедельнике. Это, кстати, это очень хорошо, что мы будем говорить. Мы можем предложить остаться, если есть желание, и составить компанию Андрею Берсеневу, это начальник отдела по работе с жилищными организациями Департамента городского хозяйства администрации Кирова. Вот, отличная такая погода, хмурая, почему бы не сидеть в радиоприемнике и не слушать полезную информацию, ну, и не только в радиоприемнике, безусловно, затем на сайте ехакирова.ру вы программу можете переслушать. Хорошо, давайте сейчас на новости, как обычно уходим, тематические программы. Спасибо Дмитрию Сергееву и всего доброго. До свидания. До свидания.